показываю покупки вчерашние торговый центр террасити купили наконец-то мне кепку такую белую с большим козырьком хорошо на мне сидит потом как-нибудь покажу белая легкая не будет нагреваться будет спасать меня от жары так кстати что по ценам этот катон магазин 150 лир получается где-то 600 рублей дальше pull and bear магазин классный конечно мне нравится там такая модная коллекция сейчас все мне нравится и штаны и всякие разные клеши ну цене конечно не маленький вот такая футболка размер м 130 лир они футболки тоненькие легкие дышащие вот такая футболка у нее цвет бежевый с черным принтом как всегда мои любимые пальмы калифорния у меня даже штаны есть тоже надпись калифорния спортивная вот это чуть пошире по длине и смотрится совсем по-другому но класс тоже воротник прошиты так и муж там себе купил тоже вот такую футболку а кстати предыдущая стоила скажу предыдущая футболка подороже же 180 лир умножайте на 4 так у мужа вообще за 400 футболка и она плотненькая такая она знать как будто как вязан или как шерстяная я говорю тебе в ней жарко будет нет я хочу такую ноги хочешь пожалуйста так это вот вещи нам с мужем детям вчера ничего не покупали покажу что купили алисе до этого еще так у алисы значит что у нас тут какой магазин тоже картон это еще в прошлый раз мы купили вот такая классная футболка черная dance вот такая вот модненькая 9 10 лет размер и стоила она 100 лир по моему всего лишь до 110 лир то есть там 400 рублей с копейками дальше вот такая коротенькая футболка для ее новых джинс клёш которые серенькие здесь вот такие рукавчики но здесь еще видите есть выемка то есть не глубокие вырезы как у футболки у майки плюс вот такие нарядные рукава на день рождения куда-то выйти классная белая такая тоненькая летняя 170 лир вот такие спортивные штаны с манжетами светленькие 9-10 лет это была распродажа тоже стоили вот 140 лир они тоненькие без всякого а нет кстати у них есть маленький начес ну это ладно пару раз выстираешь и уже не будет никакого начеса и к этим штанам купили вот розовенькую толстовочку в которой она была вчера вы видели уже наверное видео и еще одна футболка тоже 170 лир классная она широко удлиненная с удлиненным рукавом а вот эта бабочка она вышита нитками то есть это не наклейка да вот как здесь это вышивка понятно не ручная но тем не менее смотрится очень круто и с этими светлыми штанами и с джинсами и с любыми другими футболок много не бывает ребенок растет мода меняется и так далее в best life is living in the момент даже видите сегодняшним днем момент да и будете у вас хорошо сегодня среда на завтрак я готовила сырные лепешки вот осталось полторы штучки в этот раз получились очень вкусные нежные так на обед я сварила уже куриный суп с мелкой лапшой морковка с луком все дети ушли сможем гулять и в магазин еще и приготовила из остатков городинского хлеба сухарики пожарила их на сковородке не стала в духовке там заморачиваться они готовы стоит у меня здесь вот такая парочка с ночного дежурства это промывать носа это с ног ну что мы вчера приехали домой с торгового центра поужинали легли спать кирилл как лег и начал кашлять сначала у него не дышала одна ноздря я ему промыла но закапала но все равно у него что-то копилось в горле и он кашлял я так распереживалась всю ночь скакала трогала его еще он был очень мокрый холодный вот я думаю ну все что он разболелся если у него там течет по задней стенке как всегда то это вообще долгая история сегодня устал как ни в чем не бывало ни соплей ни кашля ничего нет вот то есть он как вчера уснул так он больше не кашлял в общем нет не знаю что это было может что-то аллергическое может еще что-то но нервы он не знатно потрепал что-нибудь да что-нибудь кто-нибудь не обязательно трепет нервы все вот такие дела так муж мне в 6 вечера сообщил что сегодня мой профессиональный праздник день валяния турака поэтому я буду его сейчас отмечать так ну что так как мы не нашли хороших вареников с картошкой здесь один раз купили они были очень острые пельмени здесь тоже нет человеческих ну что я буду сейчас делать тесто что на меня совсем не похоже но нашла какой-то хороший рецепт три стакана муки одно яйцо кипяток короче какое-то заварное тесто все так легко все так прекрасно ничего никуда не прилипает в общем буду пробовать но я хочу все таки у меня идея фикс налепить вареников с картошкой именно с картофелем дети их очень любят положу в морозилку пришел домой если есть нечего сварил вообще никаких заморочек так что приступим это нечего сварила это нечего сварила Продолжение следует... Вот такое тесто у меня получилось. Сейчас нужно его убрать на 20 минут в пакет. Это обязательное условие, как говорят. А потом уже поставлю картофель вариться, а дальше будем уже его раскатывать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь у меня муслим Магомаев, там муж, а здесь вареники. Это просто с картошкой, а это с картошкой и обжаренным луком. Потому что, я не знаю, вряд ли эти дети будут есть, это для нас вкуснятина. Такие гигантские они у меня получаются, но я меньше не могу. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39... Картошка еще есть. Картошка еще есть. Тесто... Тесто нет. Короче, меньше 50 штук у меня получилось из этого количества теста. Всем добрый день! Всем добрый день! Время 12 часов. И у нас дома чистота и порядок. Здесь небольшая перестановка. Я помыла все окна. У меня теперь чисто. Вот такой вот у меня вид, когда я, например, готовлю. Вот здесь вот у меня цветочки. И за окном тоже цветущая яблоня. Ну, а почему у нас такая кристальная чистота? Все потому, что сегодня к нам приезжает наша любимая бабушка, единственная. Моя свекровь. И наша любимая тетя, тоже единственная. Больше ни тет, ни дядь, ни дедушек у нас нет. Одна бабушка, одна прабабушка, одна тетя, один дядя. В общем, они летят к нам на недельку. И мы навели порядок. Сейчас я буду готовить обед. У меня будет чечевичный суп. Потом буду делать блины кабачковые. И вечером у нас будет дорада запеченная с картошечкой и с овощами. Вот, что у нас еще нового? Дети ушли гулять с папой и в магазин. Все как обычно. Так, помыла голову и высушила. И мне нравится результат. Почему? Потому что вода здесь очень жесткая. И у меня сухие волосы. В общем, мне нравится результат. Благодаря вот такому средству. Купила вчера его в Мигросе. Стоило оно 200 рублей. Это Лореаль Эль Сеф. Вот такая несмываемая маска. Как бы масло. Наносите на влажные волосы и сушите. Защищает еще от фена, от нагревания и так далее. Для сухих волос. Это мне очень понравилось. Такого я... Не знаю, продают такое в России или нет. Так, на обед готовлю чечевичный суп. Здесь все как обычно. У меня картофель, морковка, кабачок и чечевица. Потом в конце добавлю чесночок, зелень и все забью блендером. Так, закрываем. Здесь у меня заготовка на кабачковые блины. Кабачки натерла. Сейчас они дадут воду. Я ее немножко солью. Будут блины с кабачками. Сейчас здесь буду мариновать дорадо. Купили 4 штучки, но они такие огромные. Я думаю, что взрослым напополам будет вполне себе хорошо. А еще хочу сделать заливной пирог с куриным филе и натертым картофелем. И еще запечь картофель долечками. О, короче, планов громадье. Было бы время. Субтитры сделал DimaTorzok Вот и готова моя стопочка кабачковых блинов. Здесь не знаю сколько, штук 20, наверное, будут ждать до вечера. Так, родственники прилетают где-то пол пятого или пол шестого, где-то так. В общем, вечером на ужин. Сегодня у нас прекрасная погода. Солнышко, ветерочек легкий. Сейчас пойду загорать на балкон. О, а вот и мои пришли. Где папка потеряли? Мам, а че ведь так вкусно пахнет? Мам, а че ведь так вкусно пахнет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, гости уже в пути, в такси, начистила гранат. Вот один целый гранат, это большая чашка зерен. Так, что еще у меня готово? Готов пирог, только что его достала, он горячий. Поставила в духовку и карточку, и руку, а дети так ничего и не знают. Еще у меня будут кабачковые кладьи, ну и овощи, в принципе, все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok